Партия ритма гитары Партия ритма гитары Партия ритма гитары В табулатории ниже вы найдете все прописанные аккорды с аппликатурой для левой руки и с партией ритма для правой руки. Итак, аккорд ре минор. Третья струна на втором, бензинец зажимает вторую струну на третьем и первый палец, первую струну на первом ладу. Третий палец свободный. Ритм такой. Раз, два, три и. Раз, два, три и. Раз сверху, два сверху, три сверху и снизу. Следующий аккорд. Он называется си бемоль мажор с баре на первом ладу. И мы будем зажимать его так. Поскольку мизинец, который сейчас зажимает вторую струну, он есть и в первом аккорде, в аккорде ре минор, и во втором си бемоль мажор, то мы оставляем его на месте. Все остальные пальцы поднимаем, одновременно ставим баре на первом ладу на пять струн и зажимаем также двумя пальцами четвертую и третью на третьем ладу. Напоминаю, что когда вы зажимаете баре на пять струн, нужно касаться кончиком указательного пальца шестой струны, чтобы она была мертвой, не звучала. И здесь сделан такой же ритм, но бьем уже, в отличие от первого аккорда, не по четырем струнам, а по пяти. В аккорде ре минор нужно было бить именно по четырем струнам. Пятую и шестую желательно не задевать. Здесь бьем по пяти. Ритм такой же. Раз, два, три. Раз, два, три. Дальше аккорд, который называется ля минор. Наверное, вы его знаете. Здесь как мы переходим? Мы поднимаем мизинец и переезжаем вот на этих двух пальцах. Бары, кстати, тоже поднимаем. Переезжаем на второй лад, на четвертую и третью струну. То есть пальцы были здесь, переезжаем сюда. И потом добавляем еще вторую струну на первую ладу, указательным пальцем я зажимаю. Такой переход получается гораздо быстрее, то есть пальцы не нужно поднимать и заново ставить. А мы просто поднимаем баррель, мизинец и переезжаем на соседний лад. И добавляем еще вторую струну. Ритм здесь такой же. После этого возвращаемся опять на первый аккорд. Четыре аккорда. Ре минор. Си биноль мажор. Мизинец вставляем. Дальше поднимаем баррель, мизинец, переезжаем на ля минор. Добавляем первый палец. И возвращаемся на первый аккорд. Ре минор. Следующее предложение. Теперь это предложение будет начинаться сразу с аккорда си биноль мажор. Опять баррель на первую ладу. Опять после этого аккорда, на котором мы остановились, нужно мизинец оставить. Эти пальчики поднимаем. Добавляем баррель. И ставим пальцы второй на четвертую, третий палец на третью, на третьем ладу. После этого аккорд фа мажор. Здесь мы баррель приподнимаем и двигаем уже на шесть струн. То есть у нас был на пять, а теперь пальчик нужно немножко приподнять, опустить давление от струн и зажать еще шестую струну. Здесь все пальцы поднимаем и выстраиваем такой аккорд. Второй палец идет на третью струну, на второй лад. Третий палец на пятую, на третий лад. И мизинец идет на четвертую струну, на третий лад. Получается аккорд фа мажор, эф. Здесь такой же ритм. Второе предложение. Два аккорда. Си биноль мажор. И фа мажор. После этого аккорд до мажор. Этот аккорд и аккорд до мажор у них одинаковые. Получается пятая струна на третьем ладу. Вот эта. Поэтому мы поднимаем все пальцы, кроме этой ноты. И дальше устраиваем аккорд. Здесь получается мы оставили пятую струну на третьем ладу. Вторым зажимаем четвертую на втором. И первым зажимаем вторую на первом. Здесь желательно тоже не задевать шестую струну. То есть в предыдущем аккорде у нас было шесть струн. Баре. Здесь будет только пять струн. И здесь немного меняется расстановка аккордов. Сейчас на этом аккорде мы сыграем два удара. После этого аккорд меняем на аккорд ля минор. Оставляем два пальчика. Поднимаем третий и переносим его на третью струну. И здесь делаем два оставшихся удара. Вниз. Раз. Два. Три. Три. И далее возвращаемся опять на первый аккорд ре минор. Второе предложение. Си бемоль мажор на пять струн баре. Фа мажор на шесть струн. До мажор на пять. Сделали два удара. А два коротких удара делаем уже на аккорд ля минор. И возвращаемся на первый аккорд ре минор. Внизу под видео вы найдете табулатуру. В ней я решил соединить и партию ритма, и партию соло гитары, для того, чтобы вам было удобнее отрабатывать. Включайте метроном, делайте помедленнее темп и отрабатывайте все постепенно по маленьким кусочкам. Еще раз повторюсь, что сложность, скорее всего, будет именно в левой руке, потому что нужно научиться быстро переставлять аккорды. Движения должны быть минимальны. Пальцы далеко от струн отрывать нельзя. Посмотрите сейчас, как я играю. И обратите внимание на то, что пальчики чуть-чуть приподнимаются, либо совсем немного опускают давление от струн, и быстро переставляют аккорды. Продолжение следует...